МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до плюс 16, днем будет плюс 29, плюс 31. В Пятигорске прошел международный конкурс фортепианных ансамблей «Веселая карусель» в проекте «Времена года». Учащиеся музыкально-эстетической школы Черкеска Алена Шевченко и Лейла Далаева заняли на этом конкурсе первое место. Какие произведения они исполняли, кто их готовил к конкурсу и в какой профессии они видят себя в будущем, об этом в эти минуты в нашей студии они расскажут моей соведущей, Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Лейла. Доброе утро, Алена. Я благодарю вас за то, что вы сегодня гости нашей программы. И сразу хочу поздравить вас с тем, что вы заняли первое место на международном конкурсе «Весенняя карусель», который проходил в городе Пятигорске. Он проходил в проекте «Времена года». Расскажите о своих впечатлениях о конкурсе, что вы сыграли. Доброе утро, спасибо. Спасибо за поздравления. Мы получили огромное необычное впечатление, которое никогда не забудется. Когда мы выходили на сцену, было волнение, но когда мы садились за инструмент, мы все забывали, все исчезало, и мы просто погружались в музыку. А что вы сыграли? Алена, расскажи. Мы сыграли произведение Сапожникова «Путешествие в небеса» или по Невскому в карете, и также произведение Смирновой «Полька и танго». Ну, это что-то очень интересное, наверное. Да, необычное. Да, очень необычное. Ну, как давно вы занимаетесь музыкой, играете на пианино? Кто вас привел в школу музыкальную? Ну, меня в школу привела мама. Изначально я не хотела туда идти, но мне потом очень понравилось. И занимаюсь я музыкой 4 года. А ты, Лейла? Я тоже занимаюсь музыкой 4 года. И еще, когда я была маленькая, я маму просила, мама, отведи меня, пожалуйста, в музыкальную школу, я очень хочу туда. И мама отвела, и тогда уже вся началась. А кто ваши педагоги? Мой педагог Жандарова Елена Александровна. А мой педагог Ефимова Наталья Владимировна. Скажите, пожалуйста, вот вы постоянные участницы фортепианных конкурсов в республике. И даже на международном уже принимали участие. Что дает, на ваш взгляд, участие в конкурсах? Вот вам, ученикам музыкальной школы. Ну, это огромный опыт. Это опыт. Мы учимся не бояться, учимся выступать перед публикой, то есть не бояться людей. То есть это также и практика, как фортепиано. Также это незабываемое ощущение, когда мы учимся и занимаемся в музыкальной школе, готовимся к конкурсам, мы сами замечаем, насколько мы взрослеем, и как мы понимаем, как растет наш уровень. Девочки, ну, одно дело, готовиться к конкурсу, играть по программе. А что вы любите сами исполнять на пианино? Популярную музыку? Да, больше все-таки популярную музыку. Ну, сейчас вы в пятом классе музыкальной школы, правильно? Да. То есть вы закончите эту школу, закончите общеобразовательную школу. Вы свою жизнь будете связывать с музыкой, или у вас уже есть какие-то задумки о будущей профессии? Ну, у меня уже есть задумки о будущей профессии, но музыка мне нужна для того, чтобы, ну, для общего развития, потому что всегда приятно сыграть в компании. А кем ты хочешь быть? Я бы хотела стать переводчиком английского или французского языка, потому что я очень люблю иностранные языки. Лила, ты думаешь о будущей профессии? Да, я уже думаю о будущей профессии. Я хочу связать свое будущее с иностранными языками, и я очень бы хотела стать журналистом. Но музыкой я хочу заниматься, потому что это мое лекарство, когда мне грустно, это мое исцеление. Когда я сажусь за инструмент, я забываю, где я и как, как я нахожусь и где, и как. Все. Ну что же, я желаю вам огромной удачи. Спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Успехов в жизни вам. Спасибо вам. Спасибо, что вам пригласили. Это все, о чем мы успели вам рассказать в этом выпуске. Следующий выпуск Вестей с ведущей Аллой Динаевой. Смотрите в 11.45. Хорошего продолжения дня. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok